Седьмая недельная глава книги Дворим Таво или Ки Таво. Это Дворим с 26 главы 1 стиха по 29 главу 8 стих. И Гафтара Исаия 60 глава с 1 по 22 стих. Так что значит Таво будешь выходить? Будешь придешь, ба, я, во, придешь. Итак, ты придешь, да, будешь приходить. Когда ты будешь приходить, будет Ки Таво. Значит, ваеги Ки Таво эль эрец ашер ашем элла гейха на тен леха. Так? И будет, когда ты придешь в страну, которой Бог всесильный твой дал тебе в удел. И овладеешь ею, и поселишься в ней. Мы уже в прошлой главе говорили, так что мало поселиться в стране Израиля. Надо что страной Израиля? Овладеть. Овладеть. И мы говорили о власти, да? И мы говорили о власти в Царстве Божьем. И Царство Божье какая власть? Конституционная монархия, да? Конституционная монархия. Если в обычной монархии сам монарх меняет законы, а потом захочет меняет обратно, да? То вот, как, например, в Англии, король или королева, они есть, но есть конституция. И они эту конституцию что? Не могут нарушить. Самое интересное, что творец конституции, творец Торы, сам Господь. И хотя Бог может все, правда? Он не нарушает законы, которые находятся в Торе. Это удивительно. Тора не будет изменена, потому что об этом сказано, да? Не будет прибавлено к ней и не будет убавлено ничего. Бог не изменен. Когда все исполнится, да? Когда вообще закончится и Царство Машееха придет, вот тогда будем думать о другой Торе, да? Значит, мы не будем сейчас спорить, да? Но я говорил, что Новый Завет, он не изменил Тору. Он не изменил Тору. Что? Мы имеем лучшую жертву, да? Мы имеем лучший Завет, основанный на этой лучшей жертве. Мы имеем большую благодать. Но не для того, чтобы отвергать законы Торы, да? А для того, чтобы их выполнять. И законы эти даже, поскольку есть большая благодать, они становятся более, как сказать, трудными для нас, да? Если раньше было сказано, что только не делай, да? А Ишио говорит, не помышляй даже об этом. Или не помышляй о маженщине и так далее. Если более строгие законы, видите, в отношении брака и развода, да? Вот. Это не изменил. Это те же самые законы, да? Но есть новое трактование применительно к Новому Завету. Если, мы говорили, люби врага своего, есть в Старом Завете? Есть, конечно. И мы находили это место вместе с врагом своим, да? Нужно совершать какую-то работу, и тогда враг становится другом. И любите друг друга, да? Есть это? Есть. Но любите друг друга, как я возлюбил вас. Это еще большая любовь. Еще раз говорю, это не изменил. Это еще больший акцент. Я бы это сказал так, что Новый Завет, то, что мы читаем в Заповеди Нового Завета, это есть применение Торы в условиях Завета Крови Ишуа. Согласны со мной? Вот. Сколько евреев, столько мнений. Ясное дело. Но если мы скажем, что Ишуа изменил Тору, тогда мы скажем, зачем нам нужно изучать эту старую Тору, которую Ишуа изменил. Согласны? Те заповеди, которые относятся к жертвоприношениям, но евреи и так их сейчас не выполняют, правда? И относятся к храму. А когда придет Ишуа, тогда посмотрим, что с этими заповедями будет. Итак, здесь уже говорится о том, что будет, когда ты придешь в землю Израиля. И мы говорили, что Бог дает тебе удел. Но видите, не Бог дает тебе овладеть землей. А кто должен овладеть? Ты овладеешь. Поэтому, да, Бог дает нам шанс быть в Царстве Божьем. Но Царство Божье силой берется. Мы должны овладевать. Овладевать и жить в Царстве Божьем по законам Царства Божьего. И поселишься в ней. Значит, овладеешь и поселишься. И возьми начатки всех плодов земли. Это заповедь о Бикурим. Бикурим. Помните, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, да? Отсюда бокер утро, да? И первинки, то, что они как бы утренние получаются, да? Бикурим. Бикурим. Возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь в стране твоей, которую Бог всесильный твой дает тебе, и положи их в корзину. И пойди на место, которое изберет Бог. Итак, смотрите, интересно. Что мы не должны... Во-первых, конечно, первинки, это значит, самое лучшее, да? Вы понимаете, это не первый блин, который кома. А из первого самое лучшее. Например, помните, когда дерево... Дерево тоже делает обрезание, называется орла. То есть удаляет все цветы, чтобы не было чего? Плодов, да? Это полезно для дерева, и так делается, да, три года. Потом что делаешь? Приносишь первые плоды от этого дерева. Пока ты не отдал первые плоды, да, ты не можешь есть. Первые плоды от всякого урожая, которое ты получаешь. Да? Пока ты не принесешь эти первые плоды, ты должен питаться какими старыми урожаями. Заметьте, что нету определения, какую часть, какую часть приносить. Да? Можно больше, можно меньше. Плоды первые. А сколько их там первых? Видите? Значит, это неограничено. Но обычно приносит одну пятидесятую часть урожая. Так считается. По еврейской традиции, по устной торе. Да. Неограничено. Можешь больше принести. И это то, что ты должен приносить не в сумке, не в рюкзаке в каком-то, где никто не видит. Принес мешок, кинул когену. Вот на тебе, да? А как нужно принесить? Корзине. А когда ты несешь в корзине, то что? Все люди видят, да. Итак, приходили в корзине, да? И это происходило, если первинки этого самого ячменя, когда? Песак, да? Пшеницы. Когда? Шавот, да? И все остальные плоды, которые в осенью созревают, сукот. То есть это три раза в год происходило. И приходить, сказано, на место, которое изберет всесильный твое. Отсюда мы можем думать, опять-таки, я думаю, вы можете думать, что эта заповедь относится не только к храму. Потому что здесь не сказано, отнеси это, что храм. А место, которое изберет Господь. А если мы находимся в нашей церкви, есть ли это место, которое изберет Господь? Я думаю, широкое это вновь. Потому что, когда храм существовал, тогда четко знали, что это храм. А храм Божий сейчас кто? Мы. Мы, если мы принесем эти начатки, и обычно у христиан тоже такой день осени, как там? День Благодарения, или как он называется? Да? Место, где избрал Господь, это все-таки место собрания. Собрание народа Божьего. Ну, если других мест в городе нет, то это семья. Но если есть другие места, да, в церкви, то я бы все-таки советовал принести в церковь. Хорошо. Не будем спорить, записывается. И приди к Кагену, который будет в те дни, да, и скажи ему, говорю, я сегодня Богу Всесильному твоему. Очень интересно. Почему же он говорит Богу Всесильному твоему, а не Богу Всесильному моему? Почему же Бог Кагена, а не мой Бог? Да, Бог являет святость, да, свою. И святость мы в данном случае видим через Кагена явленную. И когда мы преподносим это к Кагену, это как бы, если бы мы приносили к Богу, да? А если мы преподносим самому себе, то мы можем его своему сказать. Ну, я, по крайней мере, так понимаю. Дальше. Хорошо. Сейчас служения Кагена нет. Кто у нас первосвященником является? Ешуа, да? Но если кто-то из старейшин в церкви, желательно, если он действительно из рода Кагена, тоже мы можем сделать. Это не есть исполнение заповеди, но нечто, которое мы можем делать сейчас, правда? И скажи ему, говорю я сегодня Богу Всесильному твоему, что пришел я в страну, которой поклялся Бог Отцам нашим дать нам. Видите, пришел я в страну, которой поклялся Бог Отцам нашим дать нам. И возьмет Каген корзину из рук твоих и поставит ее перед жертвенником Бога Всесильного твоего. И если я исповедую Бога, моим Богом, то теперь Каген берет корзину и ставит ее как? Перед жертвенником какого Бога? Всесильного твоего. Итак, Бог Кагена становится, когда мы исповедуем его, каким Богом? Нашим Богом. Помните, твой Бог, мой Бог, твой народ, да, мой народ. Вот. Хорошо. И как брал Каген? Брал Каген вот так, двумя руками корзину, да, одну сложил, снизу держал, другую сверху. Это вот очень похоже, да, на как мы вот на Песах празднуем, да? Или тот покров, который был, о мана, внизу была роса и сверху была роса над маном. А ты возгласи и скажи перед Богом Всесильный твоим. А рамейцем с китайцем был отец мой. И сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным и многочисленным. И плохо обращались с нами египтяне, и угнетали нас, и возлагали на нас тяжелую работу. И возобили мы к Богу Всесильному Отцу наших, и услышал Бог голос нас, и увидел бедствие наше, и непосильные работы наши, и угнетение наше. И вывел нас Бог из Египта рукой сильной, и мышцей простертой, и страхом великом, и знамениями, и чудесами. И привел он нас в это место, и дал нам страну эту, текущую молоком и медом. А теперь вот принес я начатки плодов земли, которые дал ты мне Бог. И поставь это перед Богом Всесильным твоим, и поклонись перед Богом Всесильным твоим. И радуйся. Видите, заповедь радуйся. Даже если тебе не хочется радоваться, то что нужно делать? Радоваться, потому что это и заповедь. Радуйся всему добру, которое дал Бог Всесильный твой. Если ты не будешь радоваться, как в одном месте сказано, да, то что будешь плакать чужой земле, да? Не будешь радоваться перед Богом своим, с плачем будешь служить чужим богам. Поэтому есть заповедь радоваться. И поклонись перед Богом, да, и радуйся всему добру, который дал Бог Всесильный твой тебе и твоему. То есть радоваться не только этим плодам, которые ты принес, но и всему добру. Поэтому это время хорошее для того, чтобы вспомнить все то, что для нас сделал Господь. Правда? Все хорошее, что сделано Господом. Подвести итоги. И ты, и левит, и пришелец, что в среде твоей. Видите? И это относится к еврею, да? И это относится также и к пришельцу. Пришелец тоже должен с тобой вместе что делать? Радоваться. А для того, чтобы ты мог радоваться, откладывается отдельно какая? Десятина, да? Специально, которую ты должен есть, как говорится, на святом месте. И поэтому дальше говорится о десятинах. И когда окончишь выделять все десятины от плодов твоих, третий год, год десятин, отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы ели они во вратах твоих и насыщались. Это, опять-таки, это не значит, что ты должен вас в калитке вынести, поставить столы, да? И чтобы они насыщались. Что значит во вратах? Ты относишь эту десятину, да? К кому? К тому человеку, который заведует, да, вот этой всей гуманитарной помощью. И она разделяется тем всем, кто нуждается. Сирота и вдова, видите, они не имеют дохода. А левит, он находится на полноценном, как говорится, служении, да? И он тоже своего дохода по определению не имеет. Хотя вот мы видели уже во времена Ишуа, некоторые левиты и владели даже собственностью, да? Вот, вы помните, был один левит, который продал там все свое имущество, да? И дал деньги, ну, вот так вот. То есть, значит, левит считался, что он должен кормиться от тебя. От тебя, да? И чтобы они не насыщались. И тогда скажи перед Богом всесильные твои. Убрал я священное из дома и отдал я это левиту, пришедцу, сироте, вдове. Выполни повеление твое, как ты повелил мне. Не нарушил я заповеди твоих, не забыл. Не ел я в скорби моей от этого. Что значит, не ел скорби моей от этого? Это значит, какую-то... Вот, допустим, я сказал, что это десятина, я должен отнести, да? Но случилось у меня, что надо покушать. Я взял там эту и покушал, да? Вот. А потом вернул обратно. Конечно, тоже хорошо, если вернул все вместе, но все-таки обещанное Богу есть обещанное Богу. Хорошо. И не убирал его в нечистоте, и не давал из него для мертвеца. То есть, то, что мертвое, да, к нему ни к чему святому не должно соприкасаться, да? Все, что соприкасается с мертвым, оно делается каким? Нечистым, да? Да. Может быть, если говорится и о поминках, я не знаю, но, в принципе, поминки можно устраивать, потому что почитайте наставников ваших, да, родителей, но из-за этих денег давать на поминки нельзя, да? Но из-за этих денег нельзя. Вот. Хорошо. И вы помните, что некоторые деньги определенным образом считаются нечистыми, да? Почему-то от продажи пса, имеется в виду, от какой-то незаконной, может быть, продажи, нечистой продажи, поскольку пес является некошерным животным, и от блуда, от блудницы, да, от преступления, какого-либо совершенного, ни в коем случае эти деньги нельзя давать в храм. Хорошо. И дальше говорится, исполнил я волю и сделал все, как ты повелел. Злини же и святой обители твоей с неба и благослови народ твой Израиль. Видите? Очень интересно, что еврейские молитвы это не молитвы общества индивидуалу. Правда? Вот. Опять-таки, протестантизм, он формировался в условиях развивающегося капитализма, да? Конкуренции, процесса первичного накопления капитала. И поэтому каждый, это индивидуально. И протестантское, это общество индивидуалов. Но я не говорю, что это плохо. Это может быть хорошо или плохо в зависимости от разных условий, да? Но мы сейчас что делаем? Мы пытаемся применить Тору, да, в условиях Нового Завета. И для нас очень важно, что когда евреи молятся, он отождествляет себя со всем обществом Израиля, да? Да, и мне, и обществу Израиля. Видите, Бог дал хорошее мне. Но я говорю, благослови народ Израиля. И когда весь народ благословен, то что? И я тоже оказываюсь благословенным. Хорошо. Благослови народ Твой Израиль и землю, которую Ты дал нам, как поклялся Ты, отцам нашим страну, текущим молоком и медом. Есть некоторые особенности чтения. Вы знаете, что когда недельные главы делились, и это делал Эзра, и он определенным образом главы согласовывал, вот это разделение на главы, согласовывал с временем чтения. Мы говорили, что последний месяц перед Рошашана читаются вот эти главы. И поэтому глава, которую мы читаем, Кита Ву, и также последняя глава из книги Ваикра, Левит Бехокатай. Они очень похожи друг на друга. В этой 28 главе, в частности, содержится что? Благословение и проклятие. И они очень похожи на те, которые находятся в главе Бехокатай. Поэтому эти две главы, записывайте, да, получили название Тохеха. Тохеха. Это означает выговор или наказание. Тохеха. Выговор или наказание. И, согласно Эзре, цикл чтения Торы в синагоге рассчитывался таким образом, чтобы книга Китаво читалась за некоторое время до Нового Года. И чтобы все проклятия остались в ушедшем году. Эта книга говорит о благословениях и проклятиях. Можно ее читать после Нового Года? Нет. Чтобы все проклятия, да, остались в ушедшем году. Вот поэтому главы определенным образом, да, сочетаются. Иногда мы читаем по две главы, иногда по одной главе, да, в зависимости от того, что у нас годы бывают длинные или короткие. Чем длинный год отличается? Как говорится, беременный год. Да. Целый месяц. Беременный, целый месяц. Хорошо. Так. Рассказывается, что один из основателей хасильского движения Хаббат, рабишний Урзалман, будучи еще мальчиком, до Бармитсвы, прослушав синагогу и чтение главы Китао, так был поражен, описывая нею, несчастьями, что заболел настолько, что в Йом-Кипур отец сомневался, разрешить ли мальчику поститься. И, когда до Бера спросили, почему в прошлом эта глава не производила на него такое впечатление, он ответил, когда читает отец, не слышны проклятия. Потому что в предыдущие годы эту главу читал его отец. Мы говорим сейчас о главе Китаво. Китаво, оно содержит, помните, 28 глава, где находятся самые большие проклятия, которые Бог, так сказать, обещает в случае несоблюдения Торы. Хорошо. Итак, видите, когда говорится о Бикурим, то говорится, что она должна быть принесена, принесена и должна быть подана руками. Вот руки в иврите это очень важная вещь, яд. Руки в еврейской традиции и так далее. Вот человек есть такие даже выражения, смотрите, может опустить руки, то есть отчаяться, махнуть на себя рукой. Да? Вот. Или все делается руками и хорошее, и плохое. Поэтому говорят, руки в крови, грязные руки, чистые руки. Руки можно не только опускать, но и поднимать, чтобы выполнить святые великие дела своей собственной рукой. Во время сражения с Амалеком при исходе из Египта Машем поднимал руки, и евреи, что, побеждали. Когда руки тяжелели и опускались, тогда инициатива приходила к Амалеку. И когда Каген благословляет народ, он поднимает руки. Я вам завтра постараюсь небольшой фильмик показать о храме и о благословении Кагена. Вот поднимает таким вот образом. С одной стороны получается буква шин. И похоже на корону. На корону. Когда Каген благословляет таким образом народ. И обычно 10 Кагенов берутся, стоят они босиком, и они должны благословить народ. Руки дают знаку пожертвования. И говорят, мы протягиваем руку дружбы и помощи. Вот поэтому еврейская традиция запрещает кого-либо бить рукой. Если палкой или чем-то, рукой можно только что благословлять. Рукой нужно благословлять. Были еврейские боксеры, все было. Но еврейская такая традиция. Еврейская традиция говорит. Хорошо. Итак, почему же мы сдаем десятины и бекурим? Мы знаем, что сам Бог, этих деньгах не нуждается. Однако, когда определяются фазы жертвования, то показывается, что нужно приносить к Агену то, что идет к Богу. То есть, такой принцип предназначен к Богу, а кто получает? Люди. Получают люди. Поэтому говорится, приди к священнику, который будет в те дни. Хорошо. И здесь говорится о двух вещах, о такой двойственной исповедании. Когда в Тарзаконе мы говорили, 26 глава, 3 стих, говорится, я исповедую Господа Бога, и что я вошел в землю, которой Господь клялся Отцом нашим. Значит, первое, я верю в Господа, сотворившего небеса, землю, являющуюся моим Господом. И второе, имея в него веру и служая ему в доброй совести, я получаю возмещение или воздаяние. И именно об этом говорит евреям 11 глава, 6 стих. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть то исповедание, которое мы делаем на Бекурим, оно именно отражает эту двойственность веры. Потому что мало верить того, что Бог есть. Помните, существование Бога это мало что. Бесы знают. Дьявол лучше знает теологию, чем все вместе взятые. И во многом дьявол этим теологам нашептывал, как Бог Моисею диктовал, так и некоторым теологам дьявол диктовал. Можете быть уверены. Но когда мы лично исповедуем Бога и имеем веру, это совершенно другое. Это не просто то, что Он есть, а то, что мы принадлежим Ему. Все наше обеспечение идет от Него. Хорошо. И когда священник берет корзину, значит, это тоже пишите, это уже символы, то это указывает, что без рук посредника Ишуа наша жертва несовершенна. То есть мы приносим, да, и кому передаем? Священнику. А священник станет перед кем? Перед Богом. То есть без рук священника, да, наша жертва неполная. Без рук посредника Ишуа наша жертва несовершенна. Хорошо. И когда рассказываю историю, что отец мой был странствующий арамьянин, то есть получается, где я был и чем я стал, да? В Перке Аос сказано, помни, человек, откуда ты пришел, что и куда ты идешь. И тот, кто помнит, откуда он пришел и куда он идет, он что не будет решить. Потому что он постоянно помнит, что весь его путь с кем? Богом, да? Мы можем куда-то укрыться от Бога? Никуда, никуда. Даже если мы в ад пойдем, и все равно там немножечко Бога есть. Немножечко, мало, правда, Бога, но есть все-таки. И когда говорится веселись, вот это заповедь, веселись, и это учит нас, видите, все заповеди они нас учат, что отдавать надо, что? Радостно, да? Отдавать надо, весело отдавать, надо радостно. Хорошо. И когда мы отдаем радостно, а не в печали, вот, как будто отдаем для мертвого, да? То мы получаем благословение. Благословение. Хорошо. И когда сказано, значит, я не ел от нее печали, мовей, я повиневался голосу Бога, мы его исполним все, что заповедал мне, потом говорится, призри, призри, а здесь употреблено интересное слово, которое шу-каф, шу-каф, а украинское слово какое? Шу-ка-й, вот, призри, то есть, обратите внимание, да? Призри на меня, Господь, а в данном случае, шу-ка-й, Господь, шу-ка-й, Господь, во мне, да? Меня и во мне, шу-ка-й. И еврейское слово шук, рынок. На рынок мы идем для чего? Да, пошукать, чего бы там купить, да? Вот видите, однокоренные слова, шу-каф, шу-каф, призри, то есть, украинское, шукай, шукай от святого жилища Твоя с небес и благослови народ Твой, Израиль, и землю, которую Ты дал нам. Я говорил, что из европейских языков украинский язык ближе всего, да? Он не семитский язык, то есть, по своей структуре он не семитский, но там столько семитских корней, что, скорее всего, украинцы были когда-то евреями. Я вам говорил, что поляне, это, скорее всего, были евреи. И в летописи после крещения Руси, да, исчезают поляне и появляются жидови. Да. Украинцы. Вы вообще знаете, кто такие россияне? Это евреи, живущие в России, и они называются россияне. Хорошо. Итак, это показывает, что как бы обновление завета, который Ты был призван. И наша задача быть верным Творцу. Быть верным Творцу. И дальше говорится о таких вещах, да, как благословение и наказание. Возникает вопрос, почему же, это я беру из книги Рава Ицхака Зильбера «Пламя не полит тебя». Возникает вопрос, почему предсказание об изнании евреев из эры Сесраэль содержится в двух местах Торы. 26 главе книги Ваикра и 28 книги Дворим. То есть, вы знаете, что в Торе нет ни одного лишнего слова, почему же эти вещи повторяются. Интересно, что число слов, повисующих о первом изгнании книги Ваикра 390, начиная со слов «Вэ им ло тишмиу ли» и «до веат хохотай гала навшам». 390 лет. И вы знаете, что 390 лет грешил Израиль, после чего был изгнан вавилонское пленение. Число слов и всякие буквы и всякие слова имеют определенное значение. Мы не такие каббалисты, которые выводить что-то из чего-то, чего там нету, вы сами понимаете, да? Но это для нас тоже интересно размышлять. И в Торе упоминается «Ваикра и разрушу солнечные кумирни ваши». То есть, есть указания на то, что все эти доказания идут за что? За идола поклонства. Но во времена второго храма идола поклонства не было. И наоборот, видите, они что, отсаживали как там, камрада и оставляли верблюда. То есть, когда пришел Ишуа, для них это показалось каким-то отступлением от веры. И поэтому Ишуа не был принят. И второй храм был разрушен из-за чего? Мы говорим из-за беспричинной ненависти. С одной стороны это беспричинная ненависть евреев друг к другу. И с другой стороны и прежде всего беспричинная ненависть к абсолютно безгрешному и святому Ишуа Мессии. Правда, то, что делали с ним, оно даже не вкладывалось вот такая действительно вещь. Его сначала судили, били римляне. Но вы знаете, что согласно римскому суду нельзя человека наказывать дважды. Если его побили, значит, его не должны были распинать. Если его распинали, то что его? Не должны были бить. Правда? то есть делали и то, и другое. И все это было абсолютно беззаконно. Абсолютно беззаконно. И видите, что сказано? Пришелец, который поселится среди вас, будет возвышаться на тобой все выше и выше, а ты станешь опускаться все ниже и ниже. Дворим 28, дробь 43. Кто же эти пришельцы? Римские чиновники, приседавшиеся в Эрц Исраэль. Они постепенно захватили все ключевые позиции в стране, вытеснив из них евреев. Помните, как произошло вот эта дружба с Римской империей, которая закончилась печально. Мы уже говорили, что часто некоторые правители призывали к себе на помощь какие-то чужеземные войска, и это печально заканчивалось. Вот историю вандалов изучали, правда? Или турки в войне с Византией и с Болгарией, значит, византийцы пригласили турецкие войска. Турки победили Болгар, но потом увидели все богатства Византии и тоже что? Решили себе все это заиметь. Вот так и это, когда боролись с Антиохом, это уже был Антиох не 4-й Епифан, а Антиох 6-й, он собирался идти на Израиль. И тогда евреи попросили помощи у Рима. Рим к тому времени уже набирал значительную силу. И римский легат, то есть чрезвычайный посол, он обратился к Антиоху к Антиоху 6-му, а было это на берегу моря, на песочке, когда они там прогулялись до берега моря. И он сказал, Рим очень отрицательно смотрит на то, что ты собираешься вторгнуться в Израиль. Значит, ты должен прекратить свою экспансию. И тогда Антиох сказал, говорит, я подумаю. Легат взял палку, трость и очертил вокруг него круг. Говорит, думай, пока ты стоишь в этом круге. И тогда он сказал, хорошо, я не буду идти. И вышел из круга, не буду идти на Израиль. И после этого Израиль оказался под протекторатом, что значит под протекторатом, под защитой Рима. Но постепенно Рим набрал столько власти, что когда умер Ирод, началась гражданская война между братьями, потомками Ирода. И тогда римляне что сделали? Разделили территорию Израиля на четыре части и ввели свои войска. И так, видите, получилось, это тоже было исполнено. И поднимет Господь на тебя народ издалека от края земли, как орел налетит этот народ, языка которого ты не поймешь. Опять-таки орел, орел, значит, это что? Это Рим. Да? Орел, это Рим. Значит, и говорится о народе наглом, который не уважит старика и юношу не пощадит. И вы помните, что римляне были очень гордым народом. Поэтому здесь уже говорится о каком рассеянии? о римском рассеянии. И вы знаете, что это греко-римское рассеяние, оно еще не закончилось. Правда? Потому что вся наша культура, она тоже базируется на римской культуре. И так, будут благословения и будут проклятия. Я сейчас уже у нас мало времени, чтобы говорить. Значит, но есть интересно, что произносимые проклятия являются как бы противоположностью благословениям, обещанным тем, который соблюдает Тору. Но даже в проклятиях еврейские раввины находят определенное благословение. Даже в проклятиях еврейские раввины находят определенное благословение. В частности, там, где говорится, что будете есть плоть сынов ваших в нашей книге, да? А евреи говорят, что это благословение. Будете есть мясо сынов ваших. То есть, мясо, которое ваши сыновья будут вас кормить. Чтобы вы поняли, что есть разные трактования. Ну, хорошо. Так, пять минут прошло, да? Хорошо. Значит, сделаем перерыв.